Здравствуйте, я на вакцинацию, можно? Да, проходите, пожалуйста. Я прививки, не боюсь, если надо, уколюсь. Эти строки, стихотворение поэта Сергея Михалкова, девиз по жизни для Татьяны Калачевой. Женщина говорит, за своим здоровьем тщательно следит, поэтому прививается ежегодно. Процедуру переносит хорошо, лишь первый день чувствует легкое недомогание. Небольшая температура в районе 37 градусов, не выше, но на следующий день нормальное состояние, все хорошо, достаточно. Очень много знакомых болеют, и, соответственно, это лучший вариант прийти провакцинироваться, чтобы также не заразиться самой и не заразить своих близких и окружающих. Для иммунизации против сезонного гриппа врачи используют две российские вакцины – СОВИГРИП для взрослых и УЛЬТРИКСКВАДРИ для беременных женщин и детей. По словам специалистов, вирус постоянно мутирует, соответственно, меняется состав препарата. Поэтому прививаться следует ежегодно. Однако есть абсолютные противопоказания – аллергия на компоненты препарата или на белок куриных яиц. Если у человека есть признаки простуды, то вакцинацию следует отложить до полного выздоровления. Предварительно человека должен осмотреть врач. У нас для этого подготовлены кабинеты предвакцинальные, где врачи осматривают пациентов наших и направляют в кабинет для прививки. Также у нас имеются мобильные бригады, состоящие из врачей и нетранспортабельных, либо тяжелобольных, можем привить на дому. Бытует мнение, что даже после прививки заболеть все-таки возможно. Врачи говорят – вероятность есть. Иммунитет формируется 2-3 недели, поэтому в этот период человек не застрахован. Однако если пациент все-таки столкнется с болезнью, то последствия будут минимальны. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Мы вдвоем, если что-то.